Школьники вышли с каникул, но в школу не пошли. Весь предстоящий месяц их ждут уроки онлайн. Учителя подготовились к дистанционным занятиям, но многие родители к такому развитию событий были не готовы. Как оценивают новую систему обучения родители и преподаватели, смотрите в нашем следующем материале. Ветер, лопата. Уроки без звонка и соседа по партии. И теперь в роли школы для учеников не второй дом, а первый. Занятия проводятся в режиме онлайн. Ученики с учителями связываются по электронным каналам связи. Площадок для этого в интернете немало, однако большинство из них перегружено, поэтому многие пришли на обучение по WhatsApp или через Skype. Мы связались с учителями, и вот что они думают по этому поводу. Больше времени занимает, я бы так сказал. Учитель сам должен больше работать индивидуально с каждым учеником. Дело в том, что когда индивидуально работают с каждым учеником, он как-то раскрепощается. У него такого не бывает в классе. В классе он как-то сжат, неудобно ему. Когда ошибается, неудобно перед одноклассником. А у вас здесь, когда лично с ним работаешь, лично с ним работает, такие вот не возникают сложности. Перейти на новый формат обучения ученикам младшего класса немного тяжелее. Ведь находясь в домашней обстановке, им приходится делать уроки. А находясь дома, они хотят поиграться, полежать, выйти на улицу. То есть нет у них осознанного подхода к обучению. Этот момент как раз таки им нужна родительская помощь. Но не все родители готовы оказать необходимую детям помощь. Многие считают, что на их долю и так выпало немало забот. В семье, где детей больше одного, а телефон всего один, да и тот у мамы, которой вдобавок ко всему приходится еще и работать, обучаться попросту невозможно. Для меня очень сложно. Мы не готовы идти технически. Нет высокоскоростного интернета. Телефон один на двоих. То есть время совпадает. В 9 часов начинаются уроки у обоих. Один садится за уроки, а второй нет возможности, потому что нет телефона. Как вы себе представляете физкультуру в однокомнатной квартире? Что должен ребенок делать? Ну, я не знаю. Это очень сложно все. Жалко детей и учителей, и родителей. Я категорически против этого. Есть и те, кто нашел в этом хороший шанс освежить память и заняться изучением школьной программы вместе со своим ребенком. Как-то общаешься со своим ребенком в этот период, так сказать, такой изоляции. Вы рядом, вы дома, вы в квартире. Как-то он больше под контролем. Больше под контролем учебный вот этот процесс. Ну, в принципе, так и должно всегда, вне зависимости от этой изоляции, даже когда он уходит в школу. Если технически все откинут, вот эти проблемы, вот эта вот образовательная платформа, у нас Я-класс, она очень классная. И когда мы пойдем в школу уже, я думаю, что мы продолжим обучение вот на Я-классе. Мнений много, но, между тем, учеба в таком формате предстоит ученикам как минимум в течение месяца. Поэтому Министерство образования Дагестана призывает родителей отнестись с пониманием к принятым вынужденным мерам и сделать все возможное, чтобы не допустить срыва учебного процесса в непростое время.